Ненецкий округ находится на пике заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. За прошедшую неделю зарегистрировано 808 случаев. Эпидемиологический порог в целом по округу превышен на 52%. В основном болеют дети до 14 лет. При этом вирусов гриппа, по данным ежедневного мониторинга, который проводят сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии, не выявлено. На период карантина в округе введен ряд мероприятий, направленных на снижение заболеваемости. В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей на карантин закрыты все школы города и поселка Искателей. Внеплановые каникулы продлятся до 12 февраля. Кроме того, не работают кружки и секции. При этом основные образовательные программы будут реализованы для школьников заочно. Педагоги будут высылать им задания на дом. У нас, согласно приказу по школе, учителя-предметники будут размещать домашние задания для смысла изучения учащимся в системе электронная школа. Учащиеся будут выполнять и по мере выполнения предоставлять по электронной почте, либо потом уже очно принесут после завершения приостановления обучения. То есть это после 12 числа. Также полностью закрыты детские сады в четырех поселках округа. В Каратайке, Красном, Индиге и Устькаре. Эпидпорог среди детей 3-6 лет превышен на 50%. ОРВИ болеют порядка 500 человек. Сейчас такая ситуация, что дети болеют постоянно. Приходится покупать антивирусные препараты. И чтобы не заболели дети, регулярно им давать. Пока в садик ходим, школа на карантине, ребенок сидит дома. В связи с ростом заболеваемости среди жителей округа спрос на противовирусные препараты вырос. Сейчас больше стали пользоваться спросом противовирусные препараты, препараты для повышения иммунитета, поливитамины, капли в нос, препараты для снятия симптомов простуды. С 30 января главным санитарным врачом по Ненецкому округу введен комплекс мер на период подъема заболеваемости. Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей, на посещение больных в стационаре, а также медобследование детей и беременных только на дому. Руководителям школ и детских садов рекомендовано провести дезинфекцию помещений. Поэтому в настоящее время нужно принимать все меры профилактики, для того чтобы распространение инфекции избежать и в то же время не допустить летальных исходов и осложнений от гриппа. По сравнению с прошлым годом эпидпорог остается на том же уровне. Разница лишь в том, что вирусов гриппа в этом году пока не зарегистрировано. Мониторинг по установлению этиологии вирусов сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа ведется еженедельно. Для этого мазки из горла и носа заболевших отправляются в Архангельск. В настоящее время советы родителям тех детей, которые остались дома на период разобщения, рекомендуются прогулки на свежем воздухе. Но в то же время необходимо одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться и с учетом температурного режима за окном. Кроме того, необходимо ограничить контакты детей со сверстниками. Также необходимо укреплять иммунную систему детского организма. Включить в рацион фрукты и чеснок. Если все-таки вы заболели, врачи не советуют заниматься самолечением, а при высокой температуре вызывать врача на дом. Спад заболеваемости ОРВИ ожидается в конце февраля. Александра Литкова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.